А я ищу, куда пойду. Друзья, всем привет. Нет, я пойду туда. Куда? Да. Иди уже куда-нибудь. Не-не-не, я сокола ищу. Он ушел. Он ушел. А ты видишь, как? Ну, Кольня меня уже представил. У меня действительно есть не увлечение, а вторая деятельность, связанная с животными, салонной красоты в онлайне для животных. Но давайте сейчас поговорим про онлайновую мою занятость. Следующий слайд. Буквально еще пару слов о себе. C1.soul.ru – это блог, профессиональный блог по продвижению сайтов, который я веду в 2008-го года. Будьте здоровы. И плюс .ru – это наша сфера интернет-маркетинга. И еще раз, спасибо. Основной наш профиль СИЛ и контекстная реклама. Ну и C1.reports – это наш сервис по автоматической генерации отчетов и аналитики для каких же специалистов и студий. Хотел задать вопрос, кто среди аудитории является специалистом либо представителем студии? Поднимите, пожалуйста, руки. А теперь поднимите, пожалуйста, руки те, кто со стороны бизнеса. Сотрудники. Отличного бизнеса у нас получается больше. Неплохо. Ну, для специалистов будет полезен материал. В первую очередь по взаимодействию и организации работы по тому, как может мыслить бизнес, как может мыслить клиент, как он может принимать решения. Ну а для бизнеса мы с вами... Для бизнеса мы с вами ответим на основной вопрос, в чью же пользу все-таки выбрать. В пользу агентства, либо собственного специалиста теряет дело. Называется это InHouse. Ну, давайте действительно разберемся, нужно ли заказчику понимать, разбираться во всех тонкостях продвижения, ну и, собственно, как ему сделать вот этот непростой выбор. Следующий. Что мы с вами разберем, чтобы ответить на эти вопросы? В первой части доклада мы разберем общепринятые преимущества и недостатки взаимодействия организации работы и метрики, по которым эти работы можно оценивать. Но, к сожалению, эти показатели, они являются скорее промежуточными и не всегда правильно, не всегда выгодно делать выводы только по этим показателям. Поэтому мы с вами перейдем от промежуточных в сторону экономических KPI и уже ответим на основной вопрос с точки зрения денег, с точки зрения экономики, что для нас будет экономически выгоднее. В этом случае. Ну, начнем мы с общепринятых рынков преимуществ и недостатков взаимодействия агентства Living House. Давайте начнем с агентства. Можно сказать, число. Ну, основное и самое, ну, важное, наверное, преимущество со стороны студии, это, конечно, ее экспертность, экспертность сотрудников студии либо агентства. То есть ребята работают не с одним сайтом, они работают с десятками, некоторые с сотнями сайтов и, ну, имеют большой практический опыт, сталкиваются с подводными камнями в процессе продвижения, которые, ну, как бы, успешно решают. Мы, в целом, смотрим на рынок шире и всегда в тренде, как бы, с нового рынка всех методологий продвижения. При этом у студии, в агентстве всегда есть комплекс готовых каких-то решений и автоматизированных сервисов, собственных скриптов. За счет этого большие, фундаментальные задачи решаются гораздо быстрее в рамках студии. Ну, и, естественно, в агентстве не один специалист обычно работает, то есть не только там SEO-шник, может быть, и SMM-щик, и таргетолог. То есть вы можете использовать и работать со студией в рамках нескольких источников, рекламных источников. Ну, и также какие-то смежные задачи технические, там, дизайн, копирайт. Программисты также это все в рамках студии есть, и можно под ключ, ну, по сути, услугу получать полностью под ключ, что очень удобно. Какие недостатки есть у агентства? В первую очередь, все равно необходимы высокие компетенции со стороны клиента, так как на рынке остаются лжестудии, остаются студии, которые, ну, которые просто невысококвалифицированные специалисты, поэтому важно до сих пор понимать, что там ребята делают и как они это делают. Ну, и другой минус – это заинтересованность и вовлеченность сотрудников студии и вообще в сам процесс продвижения. Ну, в студии обычно десятки, сотни проектов, и, к сожалению, не всегда 100% времени удается уделять непосредственно вашему проекту. Здесь, правда, может быть полка двух концертов, можно в своем числе. Иногда даже есть желание разобраться, ну, в какой-то тематике, я вам приведу пример, где, да, мы там зашел клиент, тематика банковский софт, автоматизация банков, какие-то сложные, там, продукты сложные ERP-системы. Какие-то, ну, фундаментальные базовые вещи типа технического аудита, юзабилити аудита сделать, ну, в рамках студии без проблем. И что касается сбора семантики, сбора ключевых запросов, можно, ну, студия может сделать, забрать семантику в лоб. Ну, в лоб, я подразумеваю, это какие-то очевидные вещи, вот то, что я назвал банковский софт, автоматизация банков, все какие-то смежные запросы. Но в данной тематике очень много сленга, очень много, ну, каких-то специфичных аббревиатур, которые, ну, на стороне студии не может специалист знать. И тематика очень узкая, и не все сервисы показывают вот эти, также там правая колонка Wordstat, в ней далеко не всегда будут какие-то, ну, вот эти уникальные, скажем так, фразы. Частично это решается плотным взаимодействием с клиентом, когда сам клиент нам, ну, указывает какие-то вещи, но, к сожалению, не всегда на стороне клиента есть такое плотное взаимодействие. Ну, давайте перейдем к плюсам и минусам in-house, да, но основной плюс – это, конечно, увлеченность, увлеченность самого специалиста в процесс, то есть он работает в штате, он видит все бизнес-процессы изнутри и может это, ну, применять к стратегии, в тактике продвижения. При этом очень, ну, удобная форма контроля, работник, опять же, с вами в офисе сидит, можно с ним взаимодействовать, взаимодействовать как угодно часто и взаимодействовать напрямую. В агентстве, например, зачастую работа ведется через аккаунт менеджера, который там передает дальше водил, передает специалистам. Здесь же вы можете непосредственно со своим продвиженцем общаться напрямую, какие-то вопросы оперативно решать, ну, и контролировать можно делать ход до ежедневных отчетов. Также есть некая страховка от черных метков продвижения, так как, ну, не всегда понятно, что там делает студия, как она это делает, может быть, там накручивает поведенческие факторы, за которые можно в том числе попасть под фильтр. Здесь же опять, ну, есть некая безопасность, потому что вы уверены, что ничего этого не делается. Ну, и, опять же, за счет прямого взаимодействия со специалистом какие-то небольшие правки вносятся очень оперативно, а не, как там, в рамках студии, когда приходят задачи, они еще вставляют в пул задач на неделю или там находят для вас через неделю пару часов времени, чтобы эту задачу решить. Ну, давайте поговорим теперь про минусы и хаос. Самое основное – это, конечно, сложность. Сложность в найме таких сотрудников, так как очень важна высокая компетенция на стороне бизнеса, чтобы человек мог нанять специалиста, который действительно очень хорош в уровне. К сожалению, ну, не всегда такая возможность есть. Ну, вот, на примере, собственно, буквально два месяца назад собеседовал интернет-маркетолога, который работал раньше интернет-маркетологом в штатном строительной компании. Ну, как все хорошо, он очень увлечен в сам процесс, очень хорошо принимает тематику, целевую аудиторию, и, ну, за время собеседования он реально продал нам строительство дома. То есть реально захотелось купить дом, заказать, ну, именно в этой конторе. И несмотря на то, что не было денег, да, прямо сейчас он нам предложил рассрочку, предложил кредит, ну, то есть, ну, действительно, человек пришел такой, здесь горит этим, да, понимает все, понимает его аудиторию, куда давить, ну, и реально продал нам, по сути, строительство дома. К сожалению, мы его к себе не взяли, как продавец домов, он парень не плохой, но как интернет-маркетолог, к сожалению, опасенственно не очень. Ну, и давайте вернемся к минусам. Поговорим о следующем минусе, это потолок роста. То есть специалист, который работает в одной тематике, который работает с одним сайтом, он очень быстро достигает определенного уровня развития, и дальше, ну, если развивается, то очень медленно. Даже если брать какие-то вебинары, если брать конференции, то есть теоретические знания он получает, но он не может их применить на практике. И, по сути, ценность этих теоретических знаний, она близит к нулю. В студии же такого нету, у многих студий есть экспериментальные сайты, где, ну, очень много можно применять на практике. Ну, и следующий минус – это ограниченные ресурсы. Ограниченные ресурсы именно, ну, каких-то других смежных задач. То есть если, там, ваш мартфетолог может еще контакты создать дурку, там, как-то народ нагнать, ну, взаимодействовать с аудиторией, то какие-то другие, там, источники рекламы, он уже, ну, некомпетентен на них. Также какие-то мелкие технические задачи, там, тексты писать, какую-то форму поправить, все равно за этими задачами необходимо будет обращаться на аутсорс. Не обязательно в студию, это может быть фриланс, но все равно, то есть в рамках своего специалиста это сделать не всегда возможно. Ну, смотрите, мы с вами разобрали плюсы и минусы, общепринятые рынком. Можно ли сейчас нам с вами однозначно ответить на вопрос, кого же нам все-таки выиграть? Ну, на самом деле сделать это тяжело, потому что, ну, пока непонятно, что в итоге для нас на выходе будет выгоднее. Может, все это считает. Есть еще очень, ну, на самом деле, классная форма сотрудничества, когда на стороне клиента есть отдельный собственный специалист, и при этом идет работа со студией на аутсорсе, то есть он эту студию контролирует, они вместе работают на достижении KPI, при этом инхаус и агентства, они дополняют друг друга и нивелируют все минусы друг друга. Это реально классно, но здесь растет другой, очень большой жирный минус, для бизнеса это становится гораздо дороже, очень дороже. Но про денежки мы пока не будем говорить, про экономическую часть поговорим во второй части доклада. Давайте сейчас поговорим про KPI. Можно следующий слайд. Ну, KPI, и у каждого источника рекламы они могут быть разные. Давайте поговорим на примере поискового маркетинга. Ну, на самом деле, здесь может быть любой источник, потому что как для инхаус, так и для отдельной, для студии на аутсорсе, эти KPI, они могут быть плюс-минус одинаковые. Можно сказать, числали. Ну, давайте рассмотрим, как же сказал, на примере поискового маркетинга, на примере SEO-шки. То есть здесь три таких мастодонта, три кита, это позиции, это трафик и это конверсия. Но позиции в чистом виде, по конкретным запросам сейчас брать, ну, как бы маразм, потому что бандит в Яндексе, позиции в рамках дня меняются по несколько раз, и зацикливаться на позиции по конкретным запросам, ну, нельзя. Но можно взять такой параметр, как общая видимость, по всему семантическому ядру. Что касается посещаемости, здесь тоже не просто общий трафик на сайт, а с какими-то ограничениями, чтобы качество этого трафика было соответствующее. То есть, как пример, это трафик без брендовых запросов и, например, трафик с конкретных регионов, да, в те регионы, которые нужны для вашего бизнеса, чтобы не было всех подряд неконвертируемых продаж в дальнейшем. Ну, что касается конверсии, конверсия как общая по сайту, так и конверсия, ну, из конкретного источника. Это, опять же-таки, камешек в сторону качества трафика. Можно следующее слово. Но единственное, для, ну, инхаус, за счет их большей увлеченности в процесс, можно еще добавить сюда рост воспоминаний брендов в сети и рост, там, эфирального прямого трафика. Смотрите, мы с вами разобрали преимущества и недостатки. Мы с вами разобрали EPI. Можно ли сейчас однозначно ответить на вопрос, кого же нам все-таки выбрать? Агентство, либо инхаус. Ну, у бизнеса может быть внутренняя боль. Например, ранее работали со студией и обожглись в этом сотрудничестве. Тогда они, скорее всего, сделают выбор в пользу собственного специалиста, чтобы, ну, быть уверенными, что там их не обманывают, что действительно работа ведется. У некоторых, как бы, ограниченные рекламные ресурсы, но в плане денег, в первую очередь. Тогда они сделают выбор просто тупо в пользу дешевизны. При этом будут закрыты какие-то внутренние возражения, но далеко не факт, что будут решаться реальные задачи бизнеса. Поэтому давайте попробуем посмотреть на это с другой стороны, копнуть чуть глубже и уйти вот от этих промежуточных показателей, можно сказать, в сторону уже экономических показателей. Почитать экономический KPI и на основе их уже, ну, принять какое-то решение. Можно все почитать. Ну, вот действительно, насколько важно клиенту в тренде SEO-шник или агентство не в тренде на 100% разбирается в тематике или на 90%, оперативно вносит справки или нет. Ну, на самом деле это не так важно. Важно, как это отражается на показателях бизнеса, в частности, на прибыли бизнеса. И при этом не нужно копаться во всех этих тонкостях, разбираться во всех этих нюансах. Мы можем просто, ну, посчитать экономическую целесообразность и, собственно, сделать вывод на основе уже денег. Давайте дальше. На слайде простенький пример финансовой модели интернет-магазина спортивных товаров. Сразу отмечу, что я вместе с презентажкой приложил эту финансовую модель. Можете ее забрать, ну, либо потом будут мои контакты просто дернуть меня и я вам скину на почту в ССБУ куда угодно. Простой пример финансовой модели. Здесь стоит обратить внимание на общие базовые экономические показатели. Это конверсия в заказы, это средний чек, это сумма всех расходов, постоянных переменных инвестиционных, это чистая прибыль, чистая прибыль с одного заказа. Эти показатели нам в дальнейшем понадобятся для расчета уже окупаемости. Важная такая ремарочка, бизнесы у всех естественно разные, разные услуги. Если мы берем допустим строительную компанию, то у нее есть услуги такие как строительство дома за 10 миллионов и какие-то мелкие ремонтные работы. Ну, понятно, что ремонтные работы стоят пару тысяч рублей, в таком случае необходимы показатели, о которых я говорил, считать в отдельности и потом просто уже сводить на общем месте решить цель. Можно следующий слайд. Ну, вот перед вами формула основных показателей. Я заострять внимание не буду, пересказывать их. Можете либо запуткать, либо запомнить. Можете ничего не делать, потом просто презентацию забрать. Там формулы эти будут. Давайте пойдем дальше. Следующий слайд. Ну, мы с вами базовые показатели рассчитали. Теперь мы на основе этих базовых показателей можем рассчитать уже экономический GTI, экономическую эффективность. Можно следующий для этого. Для этого мы с вами давайте для примера обозначим исходные данные. С помощью этих исходных данных рассчитаем такие показатели, как стоимость одного перехода, стоимость одного заказа и ROI. ROI – это окупаемость ваших положений. Можно следующий слайд. Давайте сначала рассчитаем стоимость одного посетителя для нашего интернет-магазина. для нашего интернет-магазина равна чуть менее 2 рублей. Стоимость одного заказа для нашего интернет-магазина спортивных товаров равна чуть более 200 рублей. И основной показатель окупаемости ROI для нашего интернет-магазина равен 483%. Это означает, что в начале месяца интернет-магазин тратит 30 тысяч рублей, а на выходе получает 150 тысяч рублей. Дальше будет. Ну окей, теперь у нас есть вот этот основной показатель окупаемости, который нам уже поможет принять окончательное решение. Для этого нам необходимо эту окупаемость переложить как на агентство, так и на инхаус. Для этого мы с вами построим примерно аналогичную финансовую модель на полгода для агентства и для инхауса. На слайде пример такой модели по работе с агентством. Здесь стоит обратить внимание на показатель ROI, на количество заказов тоже можно обратить внимание. Ну и самое основное это, конечно, чистые прибыли, вот нижняя строчка именно уже в абсолютных показателях. Теперь давайте рассмотрим окупаемость инхауса в течение полугода для нашего интернет-магазина. Здесь также в первую очередь стоит обратить внимание на ROI. ROI получается гораздо ниже, но ниже он получается за счет того, что гораздо больше вложений. Это зарплата сотрудника, это какие-то дополнительные расходы, налоги по нему, это рабочее место, амортизация этого рабочего места, то есть за счет этого процентном показателе ROI ниже, но также в эту финансовую модель за счет высокой, ну, большой увлеченности в проект мы добавляем большую результативность для, ну, собственно, специалиста, то есть у него больше трафик и, как следствие, больше продаж он может делать с этого источника. Ну, и в итоге смотрим на показатели, абсолютные показатели чистой прибыли. Можно вернуться на предыдущий сказать, потом опять на этом, а теперь в следующем. В итоге... Ну, в итоге, в следующем... Ну, в итоге, для нашего предмагазина спортивных товаров на данном этапе развития бизнеса выгоднее работать с агентством. Мы с вами, ну, прошли немало шагов, что только, ну, очередной раз доказывает, что выбор достаточно непростой, спорный, ну, и самое главное, индивидуальный. Но если вы посчитаете все вот эти показатели, то вы уже сможете однозначно ответить на вопрос и однозначно выбор предпочтанчика, ну, что для вас выгоднее на данном этапе развития бизнеса нанять собственного сотрудника там или отдел, либо работать уже со сторонним агентством. Ну, давайте еще разок пробежимся по тому, чему мы научились, что мы с вами сегодня узнали. В первой части мы разобрали общепринятые рынком преимущества и недостатки работы с агентством Майнхаус и метрики, по которым оценивать эти работы. Затем ушли от промежуточных показателей в экономическое поле, рассчитали с вами финансовую модель. На основе финансовую модель рассчитали экономический кипяй для этого источника рекламы, даже для агентства Майнхаус построили модель на полгода для обоих вариантов. следующий слайд теперь выбор только за вами. Я, как создатель сервиса CL Reports можем следующий слайд, хотел сделать небольшой презент поблагодарить вас в Москве. Поблагодарить вас за внимание. всем слушателям дарю промо-код используем нашего сервиса в течение трех месяцев. бесплатно по тарифу фрилансера. Это тариф на 10 сайтов. Единственное ограничение то, что он действует до 15 октября. Для специалистов полезный сервис она очевидна. Очень большая экономия времени как следствие экономии денег. Для бизнеса можно сделать небольшую выжимку по вашему сайту, выжимку основных показателей, динамики, но и также у нас есть небольшой блок в том числе расчет экономических кипяй. Спасибо за внимание и давайте перейдем к вопросам. Попить? Илья, сейчас секунду. Илья, 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 секунду. Все? Я успел. Друзья, давайте подготовим вопросы. Кто готов? О, Виталий Кравченко, он сегодня вам докладывал с самым первым. Кто был на первом докладе, сегодня кто не спал? Ага, вижу, вижу руки. А те, кто не спал, остальные просто не знают, поэтому ты новое лицо. Представься. Виталий Кравченко, компания Webline Promotion. Спасибо за доклад. Слушай, Илья, скажи, из твоего опыта, какие в первую очередь факторы влияют на рентабельность? То есть сотрудника in-house в первую очередь либо удаленно то есть подрядчика. Вот на что клиенту в первую очередь обратить внимание, чтобы понять, что нужно считать, потому что мы понимаем, что small business никогда не будем читать все так, как ты рассказываешь. Но в общем-то есть какой-то перечень именно того, когда стоит задуматься по пунктам? Ну, если вернуться к тем примерным финансовым моделям, то к вайн-хаусу основной расход идет на зарплаты. На зарплаты самих сотрудников, которые работают в вайн-хаусе. Потому что обычно это гораздо большие расходы, нежели работать на уточность со студией. Ну, а если мы берем какие-то показатели работы со студией, то в первую очередь это, конечно, результативность. То, которое они показывают, какой трафик, они целевой трафик могут вырабатывать там в рамках того или иного источника. здесь нужно смотреть в каком-то периоде, ну, если мы берем всегошку, то, конечно, период не должен быть менее полугода, так как всегошка долгая история. ну, и смотреть, как этот показатель растет. То есть, если растет хорошо, растет живо, действительно, есть трафик, есть продажи, есть действительно рост, тогда мы можем продолжать работать с агентством. Если же динамика плохая, то, может быть, уже стоит смотреть в сторону Виталий, больше я вам не дам как ровно. Да не дам. А знаешь, почему? Потому что время твоего доклада вышло.